Добро пожаловать в Америку! Новая карта теперь в Неваде. Карта лично мне интересна очень тем, что она позволяет поиграть в рассеянный командный бой. Разыгрываем полтора миллиона рублей. Готовьтесь к осеннему Warface Open Cup. Эти изменения добавят больше веселья при формировании состава, при формировании классов, которые вы на каждую карту будете расписывать. Я тебя в реале найду. Осенний турнир по пейнтболу на подходе. Сразу хочу предупредить, что в середине выпуска вас ждет сюрприз. И он не связан ни с какими зашифрованными кодами или другими вопросами, но вам наверняка понравится. Это будет чуть позже. А сейчас скажите, хотели бы вы побывать в Америке, конкретно в штате Невада? Да, там где Лас-Вегас, Гран-Кальон и Долина Смерти. Вы не поверите, Warface даст такую возможность не только побывать, но еще и побегать и пострелять. Конечно, я говорю о новой карте Стоянка. Ребят, в этом обновлении вы сможете поиграть в новую карту в любимом всеми вами режиме командный бой под названием Стоянка. Карта выполнена в новом сеттинге. У нас среди девелоперов мы называем его Невада. В финальной версии он может называться Северная Америка или как-нибудь по-другому. Сеттинг новый, интересный. На нем легко читается силуэт игрока, достаточно минималистичные текстуры, чистые. Много внимания мы опять постарались утереть тому, чтобы игрок хорошо читался на фоне этих трейлеров и чистого пустынного неба. На других картах точки возрождения зачастую сконцентрированы в одном месте. Это позволяет более сильному противнику с легкостью зажать вас и сделать выход с точек просто невозможным для вас. Это многим очень не нравится. На этой же карте существует несколько точек возрождения, и вы будете рождаться в разных из них. Никогда не будете знать, в какой это будет происходить случайно. Поэтому противник, соответственно, никогда не сможет зажать вас, и вы будете атаковать его по всей ширине карты. С другой стороны, это делает геймплей немножко более похожим на мясорубку, так как вы не ломитесь всей командой стенка на стенку, как вот в таких картах, которые достаточно ленивны. В карте происходит очень много обходов, атак с фланга, окружений по карте вдоль и поперек. То есть это некий гибрид командного боя и режима мясорубка. Кроме разнесенных точек возрождения, на карте присутствует еще одна инновативная фишка. Это гранатомет. Он опускается с помощью парашюта в кузов одной из стоящих на карте машин. Вы можете запрыгнуть туда, подобрать его и с вероятной долей везения убить одного или нескольких противников. Все давно знают, что такое гранатомет. Из него стреляли по меху, по вертолету, но вот теперь появится возможность сделать выстрелы по живой силе противника. Кроме того, есть такая небольшая фишка, что машины, в которые будут попадать пули, рядом с которыми вы пробегаете, будут издавать звук, сирены. И по этим звукам враг сможет легко вычислить, где вы находитесь. Так что будьте осторожны, смотрите под ноги, не задевайте машины ключами. Попадайте именно в врага, а не в машину, и вам будет легче скрыть ваше место положения. Карта лично мне интересна очень тем, что она позволяет поиграть в рассеянный командный бой, в котором можно пытаться обойти противника с разных сторон. На данный момент моя любимая карта. Это, наверное, можно сказать, первая карта, на которой мне нравится играть солдатом. Обычно играю медиком. Но здесь интересно залезть на крышу или в какую-то машину, пострелять оттуда. И уверен, что вам она тоже очень понравится и займет достойное место среди карт командного боя. Наверняка вас волнует вопрос, как заработать много денег. Совершенно законно, быстро и, главное, не отрываясь от любимой игры. Ну, конечно же, я говорю про традиционный Warface Open Cup. Призовой фонд осеннего турнира составит кругленькую сумму. Так что поторопитесь на регистрацию вашей команды. Хочется сказать пару слов о нововведениях в предстоящем Open Cup, которые уже мы анонсировали. Наверняка многие из вас уже видели и читали это, но кто-то мог пропустить, поэтому я особенно сфокусируюсь на этом. Одно из главных нововведений то, что мы расширили призовые места до 32 в каждом отборочном этапе. То есть теперь, если в предыдущих играх только первые 16 команд гарантированно получали кредиты, теперь 32 команды из каждого отборочного этапа гарантированно получат кредиты. Если вам не повезло и вы не вышли в финальные игры, то вы гарантированно получите кредиты, даже если вы заняли 32 место. Так что если вы хотите попробовать все то оружие, которое разрешено на Open Cup, а также с большими шансами получить внутриигровые призы, даже не пробившись в финал, хотя я верю в вас, что у вас все получится, регистрируйтесь на Open Cup, станьте лучшими. Еще одно важное нововведение, на котором хочется сфокусироваться, оно касается уже непосредственно проведения самих игр. На онлайн-отборочных, начиная с четвертьфинала, игры будут идти по системе Best of 3. То есть, соответственно, чтобы определить победителя, команде нужно будет набрать два победных очка на двух картах. Все игры до 1-8 финала будут проходить по старой системе Best of 1. Это поможет нам определить более четко победителя, потому что как бы одна игра, мы понимаем, что одна игра уже на таких высоких уровнях не совсем репрезентативна, поэтому планируйте свое время. Если вы планируете добираться до четвертьфинала и выше, игр будет больше. Нами было принято решение добавить в игру подствольный гранатомет для штурмовика. Причина этого решения, наверное, ясна для всех. В общем, это добавляет вариативность игры, это усиливает класс штурмовика. И я надеюсь, что эти изменения добавят больше веселья при формировании состава, при формировании классов, которые вы на каждую карту будете расписывать. Количество замен во время отборочных этапов мы ограничили двумя. Но при этом, если у вас случился дисконнект, и вы быстро можете перезайти в игру, это можно сделать будет без остановки матча. Ну и, естественно, изменения коснулись новых карт, потому что у нас добавилась карта «Дворец», на которую уже многие поиграли, которую многие полюбили. И, естественно, она добавляется в пул-карт, которые можно будет определять методом вычеркивания. Теперь у нас их нечеркное количество, и процедура будет происходить немножко проще. Так что всем удачи, боритесь. Помните, что теперь 32 места призовых. Помните, что финал состоится 19 октября в Москве. Всем удачных боев, всем побед. Увидимся с вами на финале. Ну вот и пришла пора долгожданного сюрприза. Нет, еще не пришла. Ну как не пришла, зрители же ждут. Ладно, раз продюсеры говорят, я буду слушаться. Тем более вы еще не знаете про новое оружие и интересные изменения в осеннем обновлении. Вот вам подробности. Пистолет М1911 – это известный, легендарный самозрядный пистолет системы Браулинга. Данный пистолет стоял на вооружении армии США полу-полувека и является достаточно культовым оружием, которое на данный момент разрешено к использованию и подвергается всевозможным модификациям, которые могут сильно менять характер стрельбы. В нашей игре данный пистолет будет иметь несъемный пламя-гаситель, который будет положительно влиять на характеристики данного пистолета, будет снижать дульное пламя и значительно увеличивать пробивную силу этого пистолета. Пистолет выглядит очень интересно и стильно. Ощущаю, что стреляешь действительно из мощного оружия. СХ-12 – это новый современный модульный дробовик от компании Cry Precision. Это первое оружие данной компании. Данная компания специализируется на производстве военного бундирования, поэтому это очень интересное экспериментальное оружие. Особенностью этого дробовичка заключается в том, что он револьверного типа, имеет барабан на 6 снарядов. Поскольку данный дробовик системы Bullpup, он будет выгодно отличаться от других дробовиков, увеличенной дальностью стрельбы и ускоренной перезарядкой. Несмотря на то, что боезапас всего 6 патронов, перезарядка у данного дробовика будет очень быстрая. А если еще игрок экипирован перчатками, которые ускоряют перезарядку, и перезарядка будет вообще мгновенной. Это классная футуристическая пушка. Она выглядит очень модно и современно, и на данный момент она еще даже не вышла на рынок. И игроки нашей игры ее увидят первой. Все мы сталкивались с ситуацией, когда мы нанесли большое количество урона нашему противнику, но последний выстрел произвел кто-то из членов нашей команды. В следствии чего все очки опыта получил другой человек. Это очень обидно, и мы долго с ней мирились, но вот пришло время, чтобы устранить эту несправедливость. И теперь игрок, который нанес какое-то количество урона противнику, но не убил его, также будет получать очки опыта. Чем больше урона вы нанесли противнику, тем больше очков вы получите. Игрок, который нанес 80% урона, он получит 80% очков от убийства. В то же время игрок, который нанес последний выстрел, он все равно будет максимально награжден, он получит все 100 очков за убийство. Таким образом, мы надеемся, что это сделает более счастливым наших игроков, а также сделает игру более сбалансированной и более справедливой. А теперь сюрприз. Вы помните, как было здорово весной на пейнтбольном чемпионате, посвященном Дню рождения Warface? И мы тоже помним. Поэтому решили осенью провести еще один пейнтбольный чемпионат. Побегать с вами по полю боя, раздать призы и просто отлично провести время. Друзья, мы в очередной раз хотим увидеться с вами и с удовольствием приглашаем вас поиграть с нами в пейнтбол в Москве. Мероприятие в этот раз пройдет в самом центре Москвы, в районе метро Киевская. В этот раз мы решили перенести место нашей встречи в более антуражное место, как многие просили. Понятное дело, что у спортивного пейнтбола на газонном покрытии это есть свои преимущества, а у более такого атмосферного есть свои преимущества. В этот раз мы нашли площадку, которая сейчас только пока еще строится, ну, уже в финальной стадии. Она действительно атмосферная, она даже чуть более чем атмосферная. Это такие катакомбы с железными металлическими бочками, ангары, соединенные между собою такими проходами. Ну, в общем, это действительно круто. Все подробности вы можете прочитать в новости, посвященной пейнтболу. Его стоимость будет составлять 2000 рублей или 4000 кредитов. В это входит полный набор шаров, в это входит полный игровой день, в это входит питание. Но, мало того, те деньги, которые вы внесете в специальную форму регистрации, вернутся к вам на ваш игровой счет в полном объеме. Так что, в общем, по сути, вы просто вносите деньги в игру и за это получаете игру на пейнтболе и пообщаетесь с нами 25 октября. Подробности все в новости. Увидимся. Что такое? Не слишком серьезный сюрприз? А это пока и не он. А вот теперь точно сюрприз. Дело в том, я даже не знаю, как вам сказать и зачем я на это подписалась. В общем, мне бросили вызов в Ice Bucket Challenge. И сейчас я буду обливаться холодной водой. Но прежде чем я это сделаю, я бросаю вызов финалисткам, которые займут первые три места в конкурсе Miss Warface, совершающегося на днях. У вас будет 24 часа после объявления результатов. И я лично прослежу, чтобы вам об этом напомнили. Всем пока, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!